Добрый вечер! Мы продолжаем с вами обсуждение домашних заданий курса греческого языка, и наш очередной урок посвящен будущему времени действительного и среднего залогов. Как всегда напоминаю, что это видео вы должны смотреть сразу после того, как вы самостоятельно выполните все упражнения из домашних заданий, для того, чтобы проверить себя, ну и также для того, чтобы послушать обсуждение некоторых нюансов, которые, может быть, не встретились вам раньше, и которые будут полезны для освоения курса греческого языка. Итак, давайте начнем по порядку с первого предложения. КАЙ ЭСЕСТЕ МИ СУМАНОЙ ХУПУ ПАДЕС ДЕТУ ОНУМАМУ И вы будете. Глагол ЭМИ в будущем времени. Видите, очень характерный признак Э, СИГМА и средние окончания. Мы с вами обсуждали, что в будущем времени глагол ЭМИ «БЫТЬ» встречается только в форме среднего залога. Но так как нет выбора, там действительно средний залог, просто всегда он встречается только в такой форме. Вот залоговое значение не очень важно, и мы просто переводим «БЫТЬ» будущим временем «ВЫ БУДЕТЕ». «И ВЫ БУДЕТЕ НЕНАВИДИМЫ». ХУПУ с родительным падежом традиционно переводится творительным падежом. Это стандартный способ указать действующее лицо в случае страдательных конструкций. «БУДЕТЕ НЕНАВИДИМЫ ВСЕМИ», ДИА, С ВИНИТЕЛЬНЫМ ПАДЕЖОМ, ИЗ-ЗА, ИЗ-ЗА ИМЕНИ МОЕГО. Ну или, когда мы говорим о ненависти, наверное, чуть более естественно будет сказать «НЕНАВИДИМЫ ИЗ-ЗА ИМЕНИ», в смысле «НЕНАВИДИМЫ ЗА ИМЯ МОЕ», как обычно и переводят. Итак, в целом, «И ВЫ БУДЕТЕ НЕНАВИДИМЫ ВСЕМИ, ЗА ИМЯ МОЕ». Второе предложение «БАСИЛИУС ИСРАИЛ ЭСТИН, КАТАБАНО НУН АПУТУ СТОРУ КАПИСТУСОМЕН ЭП АУТОН». «ЦАРЬ ИЗРАИЛЯ, ОН ЕСТЬ». Первое предложение. Ну, вы понимаете контекст. Это слова, посвященные Иисусу, висящему на кресте. И такое вот утверждение «ОН ЦАРЬ ИЗРАИЛЯ» кажется немного странным со стороны тех, которые насмехаются. Поэтому вот у вас есть сноска в рабочей тетради. Многие переписчики здесь что-то добавляли, чтобы сгладить фразу. Например, «Если он ЦАРЬ ИЗРАИЛЯ, ПУСТЬ СОЙДЕТ». А с другой стороны, эту фразу можно толковать как насмешку «ОН ЦАРЬ ИЗРАИЛЯ» или что-то в этом роде. Поэтому, наверное, нам нет причины верить таким исправляющим текстологическим вариантам. Итак, «ОН ЦАРЬ ИЗРАИЛЯ», ну, обычно «ЦАРЬ ИЗРАИЛЯ» есть, мы так не переводим. Это грубоватый перевод, да и глагол, связку в такое положение мы в русском языке не ставим. Скорее, «ОН ЦАРЬ ИЗРАИЛЯ» он есть или просто «ОН ЦАРЬ ИЗРАИЛЯ». «ОН ЦАРЬ ИЗРАИЛЯ», «ИЗРАИЛ» слово «НЕСКЛОНЯЕМОЕ», и падеж мы определяем по контексту, но здесь самый естественный падеж – это родительный, выражающий то, над чем именно осуществляется царство. Итак, «ОН ЦАРЬ ИЗРАИЛЯ», «ПУСТЬ ОН СОЙДЕТ НЫНЕ С КРЕСТА», и «МЫ УВЕРУЕМ ЭПИСТЕУ С ОМЕН». Видите, вот эту сигму, которая является признаком будущего времени, у этого глагола нет никаких особенностей, и его форму очень легко узнавать. Мы УВЕРУЕМ, дальше предлог ЭПИ, ЭПИ, наверное, один из самых многозначных предлогов в греческом языке, и хотя чаще всего он встречается в значении что-нибудь типа НА, и так далее, но из-за очень широкого спектра значений, вот, подходит и для описания того, в кого именно ВЕРУЮТ, но по-русски, когда мы описываем ВЕРУ, то мы описываем ВЕРУ В КОГО-ТО, и ЭПИ нам придется здесь немного нетипичным образом перевести «УВЕРУЕМ В НЕГО». Можете посмотреть словарную статью для предлога ЭПИ в любом словаре и убедиться, что В и множество других вариантов перевода для этого предлога вполне допустимо. Третье предложение «КУРИОН ТОН ТЕОН СУ ПРОСКУНЕСЕЙС» «ГОСПОДУ БОГУ ТВОЕМУ» и слова в винильном падеже «КУРИОН ТОН ТЕОН» а слова в винильном падеже «ГОСПОДУ БОГУ ТВОЕМУ» ну, родительный падеж вместо меня традиционно выражает принадлежность «ПРОСКУНЕСЕЙС» это «ПРОСКУНЕО» в будущем времени, видите, вот эта сигма «ПРОСКУНЕО» словарная формула, такая специальная, искусственная, не слитная, чтобы вы понимали, что это эпсилонслитный глагол и в будущем времени перед сигмой гласное слияние удлиняется эпсилон в это, поэтому ПРОСКУНЕ, СЕЙС, ну и форму второго лица единственного числа легко узнать поэтому «ГОСПОДУ БОГУ ТВОЕМУ» ты будешь поклоняться правда, здесь мы должны отметить следующее что будущее время в греческом языке может употребляться не только для описания, собственно, предсказаний ну, предсказаний в широком смысле слова то есть не только для описания будущего, но греческом языке будущее время может употребляться и для повелений ну, особенно, когда цитируется Ветхий Завет в каких-то вот контекстах, требующих повелительного оттенка значения это очень-очень естественно, так переводить будущее время ну, по-русски, конечно, мы тоже такой оттенок можем примерно увидеть «ГОСПОДУ БОГУ ТВОЕМУ» ты будешь поклоняться но в русском он такой, знаете, вряд ли может быть описан как возвышенная, торжественная, серьезная заповедь а вот в греческом, особенно благодаря связи с Ветхозаветом, языком благодаря такой стармодности даже мы можем сказать языка это звучит как торжественное повеление и контекст здесь очень хорош для того, чтобы рассматривать это как повеление «ГОСПОДУ БОГУ ТВОЕМУ ПОКЛОНЯЙСЯ» а четвертое «ХОДЭ ПЕОСМУ ПЛЕРОСАЙ ПАСА ХРИЕН ХЮМОН КАТАТО ПЛУТУС АУТУ ЭН ДОКСА ЭН ХРИСТУ ИСУ» «Боже мой» «ПЛЕРОСАЙ» 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 «Это ОМИКРОН СЛИТНЫЙ ГЛАГОЛ, поэтому ОМИКРОН перед СИГМОЙ удлинилась в ОМИГО» «Ну и СИГМО как признак будущего времени» «ПЛЕРОСАЙ» «Это будущее время от ПЛЕРОСАЙ» «ИСПОЛНИТ» «Боже мой» «ИСПОЛНИТ» «Всякую нужду вашу» «ПО БОГАТСТВО» «ПЛЕРОСАЙ» 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 во славе во Христе Иисусе. Пятое предложение. Амен, амен, лейго хюмин, хоти эхэ тай хора, кай нун эстин, хотэ хой некрой акусусин, тэс фонэсту, хюю тутэу, кай хор акусан тэс, зэсусин. Истина, истина, говорю вам, лейго в настоящее время обычный глагол, истина, истина, говорю вам, что приходит час и ныне есть хотэ, когда, почему-то многие хоти и хотэ путают, похожие слова, но разные, здесь хорошо видна разница, когда мертвые, прилагательно субстантивировалось, вместо существительного используются, услышат, аку-с-усин. Сигма, признак будущего времени, ну и глаголы всех отношений, совершенно правильно, никаких проблем нам здесь не предоставляющие. Мертвые услышат голос сына божьего, и услышавшие оживут. Будущее время от зао. Альфа удлинилась в эту, зао, словарная форма, альфа, гласное слияние, альфа стандартно удлинилась в эту, добавилась сигма, ну и окончание усин. Я здесь перевел совершенным видом, услышат, оживут, оно, ну, понятно, что приходит время, когда услышат, вполне естественно звучит, и услышавшие будут жить, в принципе, возможный был бы перевод, вы помните, что будущее время в греческом языке может соответствовать и совершенному, и несовершенному виду, но все-таки мертвые, по контекстуально, вот, речь же идет о мертвых, и потом речь идет о будущей жизни, как-то вполне естественно согласуется с тем, что мертвые оживут, не мертвые будут жить, а мертвые живут, и вот, мертвыми больше не будут. Ну, смотрите, на самом деле, вот мы уже несколько предложений перевели, я на этом пока как-то особо внимания не затрагивал, но в целом, с видом, когда у нас есть более-менее широкий контекст, мы справляемся легко. Ну, да, понятно, что в четвертом предложении мы бы могли переводить теоретически, боже мой, будет исполнять всякую нужду вашу, но контекст какой сейчас у вас есть, нужда, а потом Бог эти нужды исполнит. Вот, ну, и так далее. То есть, вот когда мы переводили разминочные предложения в начале к этому уроку, я все переводил, так, 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 переводил, совершенно несовершенный, когда у нас появляется контекст, у нас про контекст практически все проблемы снимает, и в большинстве случаев мы легко делаем вывод о том, совершенный или несовершенный вид будущего времени нам лучше использовалось. Но, тем не менее, все равно в голове держите, что этот выбор нужно делать, и не всегда вот все должно быть совершенно однотипно. Шестое. Жена твоя, Елизавета, родит генао, альфа-слитный глагол альфа удлинилась в эту, и сигма добавилась, родит сына тебе, и ты назовешь, видите, эй, третье, единственное, здесь, эйс, второе, единственное, и ты назовешь имя ему Иоанн, ну, или по-русски, наверное, назовешь его именем Иоанн. Калево, хотя в настоящем он выступает как капсион-слитный глагол, но когда-то у него была основа Калево, и из-за этой У, и гаммы, которая была в конце основы, не произошло там историческое удлинение Эпсилон в эту, и вот он так чуть-чуть непривычно, может быть, выглядит, но Калево, основа хорошо узнаваемая, поэтому проблем с этим словом нет. И ты назовешь его имени Ман, и здесь вот, да, хотя можно и нормально переводить это будущим временем, вот этот оттенок повелительности, кстати, тоже чувствуется, и ты назовешь его имени Ман, да, вот, и понятно, что ты должен, что ты обязан это сделать. Седьмое. Аменамедлегу хюмин, хор пистелон эйс эме, та эргаха эго поё, ка кийнос поэсэй, кай мэнзона тутон поэсэй, хоть и эго простон патэра пареомай. Истина, истина, говорю вам, ну, так и пока обычный глагол, верующие в меня дела, ха, относительно межстремения, которые я делаю. В данном случае у нас настоящее время поэо, эпсилон слитный глагол, но в настоящем времени омикрон съедает эпсилон, и у нас получается форма поэо. кокийнос, и тот поэсэй сделает, смотрите, поэо, да, видите, вот эпсилон слитный глагол, но здесь вот произошло слияние о будущем времени, сделает поээ, перед сигмой эпсилон вдлинилось в это, и он сделает. Ну, или дела, которые я делаю, он будет делать, а второй вариант тоже возможно. Смотрите, опять же, напоминаю, вот этой вот двух русских формах, одной греческой. Итак, верующий в меня, дела, которые я делаю, и он будет сделать, и больше сил сделает, или он будет делать, и больше сил сделает. Ну, понятно, что разница не очень велика, и, похоже, ситуация выглядит похожим образом, поэтому вам нужно будет подумать, какой из этих вариантов звучит лучше, естественнее, и меньше неправильных идей порождает у слушателя вашего перевода, но, тем не менее, вот, вы должны эти два варианта в голове прокрутить, два варианта произнести и подобрать, что же все-таки верующий сделает или будет делать. Скорее, в контексте речь идет о принесении плода и вообще такой постоянной деятельности верующих в Иисуса, поэтому, может быть, даже не столько сделает, а сколько будет делать. еще одна интересная особенность слова кокейнос это слияние слова кай и кокейнос так называемый крассис. У нас уже примеры крассиса были, и вот можете полюбоваться еще на один крассис, когда два слова сливаются в одно. С кай как раз многие слова сливаются и образуют вот такие вот формы. кокейнос это фактически повторение подлежащего верующий и тот в смысле верующий будет делать. И она довольно часто встречается такая конструкция, особенно в длинных предложениях, у него началье подлежащее, а потом еще в виде указательных местоимений подлежащее повторяется. Опять-таки указательное местоимение тот здесь фактически ослабляется до просто обычного местоименного значения и может быть переведено и как он. И он будет делать и больше этих будет делать, потому что я к отцу моему иду. мейтзона большие, да, не больше, а большие этих дела, да, вот вы смотрите, у дела определения, дела какие, которые я делаю, и большие, видите, окончание та, эрга, мейтзона согласуется с словом эрга, дела, и большие этих будет делать, потому что я к отцу моему иду. Пареу, май, глагол настоящего времени, встречающийся только в форме среднего залога, то, что иногда называют отложительными глаголами, и переводится просто иду. Ну, еще и посмотрите на эмфатические местоимения эго, пой о, и пой о, это же и так я делаю, или эго, пареумай, ну, пареумай, так я иду, поэтому вот эти эго, они лишние, они очень эмфатичные в данном случае, истинно, истинно, говорю вам, верующие в меня дела, которые я делаю, и он будет делать, и больше этих будет делать, потому что я к отцу иду, и вот это вот эмфатическое эго сосредотачивает внимание даже не на делах, хотя очень впечатляющее на самом деле заявление, да, о том, что верующий в дела больше Иисуса сделает, и речь идет скорее не о том, что дела более впечатляющие, более глубокие, а скорее в смысле масштаба воздействия, ну, хотя бы даже, вот если говорить о служении миссионерском, то служение Иисуса было ограничено там Палестиной, а церковь распространена по всему миру, но при всей эмфатии, при всей такой вот поразительности заявления Иисуса в любом случае, оно поразительное, что если он так сравнивает, вот это эго, эго, я, иду, да, вот, оно позволяет нам сохранить правильный фокус, насколько бы ни вперед не были впечатляющими наши дела, они зависят от того, что делает Иисус, даже после того, как Он ушел. Восьмое. Хюмейис проскунэйте хоук ойдате хэмэйс проскунумэн хо ойдамэн. Давайте так, порциями. Вы, здесь противопоставление, поэтому эфатическое, вы поклоняетесь проскунэу, эпсилон, слитный глагол, эпсилон основы и соединительная гласная эс, лилис, и далее, гифтон гэй, вы поклоняетесь тому, что не знаете. Ну, в русском языке поклоняются кому-чему, а в греческом языке у глагола поклоняться может быть дополнение в винительном падеже. и вот это вот глагольное управление между языками не совпадает, и мы потом меняем падеж, подстраивая его под требования русского глагола. Поэтому поклоняйтесь тому, что не знаете, да, вот мы дательный падеж здесь ставим по той причине, что русский глагол требует такой конструкции. Но что еще здесь интересно? Интересен средний род, хо. Не хос, мужской род относительно места имения, а хо, средний род. Речь вроде бы идет о поклонении Богу, и можно было бы сказать, вы поклоняетесь тому, кого не знаете, а мы поклоняемся тому, кого знаем, но Иисус говорит никому, а чему. И в этом отношении он критичен и в отношении поклонения самарян, и в отношении поклонения иудеев. Это из разговора Иисуса с самарянкой, 4 глава Евангелия, Атана, и вот о поклонении. Средний род, да еще и винительный падеж, дательный падеж, кстати, Спаскунелу тоже возможен, он так выражает большую личную вовлеченность, а вот средний род, винительный падеж, скорее описывает поклонение как формальное действие. Истины в формальном действии иудеев, конечно, больше, чем в формальном действии самарян, которые они устроили на горе Горизим, но все равно есть некоторая отстраненность. Итак, вы поклоняетесь тому, что не знаете, мы поклоняемся тому, что знаем, ойда, глагол, это перфект, у него чуть-чуть необычное окончание, вот тут видите, вот альфа, может, немного смущает, но Тейман хорошо узнаваемые, Паскунелу эпсилон слитный глагол, омикрон, когда сливается с эпсилоном, эпсилон основа и с соединительной гласной омикрон дает, видите, дифтон Кур, но в любом случае эфома хорошо различима. Мы поклоняемся тому, что знаем. Хоте, хе сатерия экту иудайон эстин, потому что спасение от иудеев. Ну, есть, тут можно не переводить, спасение есть от иудеев, спасение от иудеев. Аллах эхетай хора кайнун эстин, хотэхой алетеной проскуннетай, проскунесу синтопатри энд пневмати кай алетея. Но приходит, сейчас и ныне есть, мы эту фразу встречали, когда истинные поклонники, и вот теперь проскунеу в будущем времени, проскуне, эпсилон, последняя гласная основа, видите, перед сигмой удлинилась в эту, и сигма будут поклоняться отцу в духе и истине. Кстати, обратите внимание, здесь был винительный падеж и средний род, а здесь дательный падеж и, ну, мужской род и слово отец. Вот, вместо вот этого формального поклонения теперь будет такое вот личностное поклонение Богу. В русском языке, к сожалению, у нас нет двух конструкций, чтобы вот эту вот разницу передать, мы поклоняемся в любом случае кому-чему, да, а вот в греческом можно поменять падеж, и кажется, даже смена падежа в данном тексте уже значима, ну, и вот это интересно проследить в 4 главе Иоангрии от Ана проскунеу с разными падежами. Итак, будет поклоняться Отцу в Духе и Истине. Ну, там был спор, где поклоняться, вот, на горе Сей или в Иерусалиме, а нет, не на горе, а в Иерусалиме истинное поклонение оно Отцу в Духе, внутри, не наружно, а внутренне. Хорошо, итак, ну, если целиком вы поклоняетесь тому, что не знаете, мы поклоняемся тому, что знаем, потому что спасение от иудеев, но приходит часто на ней есть, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истины. Почему не поклонятся, а будут поклоняться, ну, потому что речь идет о таком постоянном и градном процессе. Девятое. Затесе теме, кай катоз эйпон тоис иудаюис, хоть и хопуаго хупаго хюмэис у дунгасте алтэйн кай хюмэис глагол. Затес этэм. Затэл эпсилон слитный глагол, это эпсилон в это удлинилось, и сигма будете искать меня. Поищите меня. Не, ну, совершенно ведь здесь и звучит странно, да и контекстуально не очень оправдан. Кстати, если кого-то смущает вот это ударение дзэтэ сэтэмэ, это потому, что мэ отдало свое ударение предыдущему слову, и это произносится слитно, но с двумя ударениями дзэтэ сэтэмэ. Итак, вы будете искать меня, и как я сказал иудеем, что куда я, эмфатическое видео, иду, вы не можете прийти. Дунастая, ну, глагол ду-намай, у него всегда альфа, вот он чуть-чуть отличается этим от всех остальных глаголов, но он всегда не имеет формы действительного залога, ну, переводится мочью, не можете прийти, и вам я говорю, будете искать меня, как я сказал иудеям, что куда я иду, вы, вы не можете прийти, и вам говорю. Десятое. Акуэй, Исраэль, курьёс хотелос, хэмон, курьёс хэйсэстин, кай агапээсэй, курьён, тонтон, тэонсу, экс-холэстэс кардиэссу, кай экс-холэстэс сухэссу, кай экс-холэстэс дианойэссу, кай экс-холэстэс исхуэссу. Слушай, Израиль. Это, кстати, форма повелительного наклонения от глагола Аку слушать. Форму повелительного наклонения мы будем учить ещё очень нескоро. Слушай, Израиль. Ну и а вообще сам текст, конечно, Шма, Израиль, такой знаменитейший текст из Ветхого Завета постоянно повторяемый главный из преданий иудаизма. Слушай, Израиль. Господь Бог наш, Господь один есть. Хейс, миохэн, помните слово на придыхание, обратите внимание, Господь один есть. Ну, красивый такой, ну, красивый, наверное, потому что привычный, всё-таки, перед Господь един есть, один есть. И Агапе, Сейс, Агапау, да, в будущем времени, видите, сигмой, альфа в это удлинилась, можно перевести формально как И Ты будешь любить Господа Бога твоего. Но контекст и то, что это цитаты из Ветхого Завета располагают нас к тому, чтобы считать это повелением. И люби Господа Бога твоего от всего сердца твоего. Кстати, обратите у слова холос, в данном случае холес, в женском роде, оно, конечно же, как прилагательное согласуется с определяемым словом, вот эта вот особенность, что оно ставится в необычную для прилагательного позицию, так же, как пантес, пас, паса пан, да, и холос, вот у них такая особенность, что хотя они и служат определениями, но не в определительной позиции находятся. Обычная прилагательная бы по-другому немного ставилась, например, типа тес, холос, кардиес, а это вот перед артиклем, а не после. Ну, просто запомните эту особенность, ну, зачем запомните, кажется, никто здесь не спотыкается и переводит все хорошо, но вдруг кто-то задумается вот о порядке артиклей, расстановки и так далее, задачица, вот для тех, я особенно говорю, да, вот именно у слов пас и холос есть такая особенность, будучи определениями, тем не менее, не иметь артикля. Итак, от всего сердца твоего и от всей души твоей и от всего разума твоего и от всей силы твоей. Одиннадцатая. вопрос, Тиний хомера. Тиний хомера. Тиний хомера. Тиний хомера. Тиний в дательном падеже. Дательный падеж может на русский переводиться дательным, творительным и выражением с предлогом в. Поэтому какому дню, а каким днем или в какой день. Но когда речь идет о времени, перевод с предлогом в почти всегда самый естественный. В какой день мать и отец твои парео сонтай идут парео май и с сигмой в будущее время идут и ходы суда в сочетании суда наверное лучше перевести придут. В какой день мать и отец твои придут суда от ну или из дома их у моря. Вопрос. В какой день мать и отец твои придут суда из дома их у моря. Ответ Т3 ДХМА МЭТОТУ САБАТОНУ. Опять же дательный падеж с словом выражающим время лучше переводить с предлогом в. В третий день после субботы. Третий день после субботы воскресенье понедельник вторник но наверное мы могли перевести во вторник. Совсем литературно толковательно но так конечно переводите в третий день после субботы. Сочиненное предложение. Теперь двенадцатое. проскунесомен тон кюрион тон басиле хамон диетен мегале агапен ауту хамин каэтас эпангелияс аутутес эренас каэтес декайсунас. Проскунесомен проскунел сигнал в будущем времени эпсиан в это удлинилось поэтому мы будем поклоняться или мы поклонимся господу тон басиле царю нашему не путайте царя и царства басилеу основу этого слова басилеу с дегамой дегамма выпала поэтому басилеу с например форма именительного падежа но в других падежах просто басиле остается и вот это третье склонение басиле вот ну и третье склонение почему потому что у основа-то была на согласной и альфа именительного падежа басилея в услову царства есть йота ну здесь по контексту и понятно что вещь идет царе но вообще слова царецавства легко перепутать итак господу царю нашему де с венительным падежом из-за большой любви его к миннам ну дательный падеж указывает как в отношении чего что-то делается некое направление и так далее там выгодополучатели и все прочее но любовь нам звучит по-русски неестественно но понимая общую функцию дательного падежа мы вполне можем перевести любовь к нам и обещаний его обещаний чего видите родительный падеж мира и праведности и так давайте все в целом мы будем поклоняться или мы поклонимся господу царю нашему из великой любви его к нам и его обещаний его или его обещаний чуть-чуть по естественной звучало мира и правильности тринадцатая хьюз кай туготерас генесеис кай ук эсун тайсой сыновей и дочерей ты родишь генао в будущем времени альфа в это удлинилось и не и они не будут эс и он тай это будущее время третьего лица множественного числа от глагола эми и они не будут тебе немного странно звучит сыновей и дочерей ты родишь они не будут тебе но мы уже как-то с этим сталкивались я упоминал что дательный падеж при глаголе связки в греческом языке может выражать принадлежность и в данном случае они не будут принадлежать тебе ну или по-другому мы можем перевести сыновей и дочерей ты родишь их не будет у тебя вот такое вот не сильно радостное предсказание 14 у проску не сейс то есть твой аутон у дэ пой эсэс катата эрга аутон не ты не будешь поклоняться богам их ну сам контекст уже побуждает нас задуматься о варианте повелительного перевода не поклоняйся богам им и не делай по делам их не поклоняйся богам им и не делай по делам их вот ну опять же возможен перевод ты не будешь поклоняться богам их и не будешь делать по делам их но кажется вот сама ситуация само описание имеет повелительный оттенок так что повелением здесь перевести вполне возможно пятнадцатая и Эсэ Элогетос. И сказал Господь Аврааму. Выйди из земли твоей и из дома отца твоего, в землю, которую, относительно местоимения, тебе я покажу. Ан я никак не перевел. Ан – частица, показывающая некую потенциальность в тексте. Так как Авраам совершенно не в курсе, что это за земля, которую Бог приготовил для него, то вот в упоминании при описании этой земли появляется вот частица А, которая некую потенциальность привносит. Какую бы я ни показал, да, ту, которую какую бы я ни показал, вот потенциальность, неопределенность и так далее, возникает. Но в русском языке, в общем-то, никак особо не переведешь, просто перейдем в землю, которую тебе покажу. И я сделаю тебя, и дальше немного странная конструкция, в народ многочисленный, и благословлю тебя, и будешь благословен. Ну, что касается вот самого конца предложения, то здесь «эсэ» – «будущее время отэми», третьего лица, второго лица, единственного числа, помните, «омайэ» – «этай». Вот это «э» может быть такое окончание, которое труднее всего разглядеть, вот видите, с подписной «йотой», но все равно «эсэ», второе, единственное – «ты будешь отэми благословлен». Можно перевести «будешь благословленный», но когда у нас предложение с именным сказуемым, выраженным, прилагательным, то в русском языке обычно прилагательное ставится в краткую форму, поэтому «будешь благословен». А теперь возвращаемся к началу вот этой вот фразы «Я сделаю тебя в народ». Ну, по-русски мы совершенно так не говорим, но, во-первых, мы должны понимать, что глагол «пээээ» имеет очень широкий спектр значений, делать это просто самые распространенные из них, мы заучиваем распространенные, но контекст может потребовать какого-то другого оттенка, и вот здесь как раз ситуацию другого оттенка. «Я сделаю, что ты превратишься в народ, или даже можем перевести еще более литературно, я произведу от тебя народ многочисленный». Понятно, что это уже такой вот литературный перевод, именно с учетом контекста и всей этой конструкции «я как я сделал, превращу тебя в народ», мы можем и литературно перевести, и произведу от тебя народ. «Превращу» можете вот так оставить, чтобы хотя бы сохранить грамматическую структуру, не именно не как литературный перевод, а как какое-то буквалистское, но учебное следование оригинала. Ну и в целом мы получаем «И сказал Господь Аврааму, выйди из земли твоей, из дома Отца твоего, в землю, которую тебе я покажу, и я сделаю тебя народом многочисленным, и благословлю тебя, и ты будешь благословен». Шестнадцатое. «Эсэсте он хюмэйс тэлэой хос хопатэр хумон хо ураньоис тэлэоис эстин». Итак, «Вы будете вы совершенными, как Отец ваш Небесный совершенный». Ну, совершенный есть, но в данном случае, когда у нас опять-таки именное сказуемое, лучше просто прилагательное перевести краткой формой. «Как Отец ваш Небесный совершенный». Здесь, конечно, нужно пояснение, что вот вы будете совершенными. Это по контексту, по ситуации, скорее не предсказание, а повеление. И мы можем перевести как повеление. Давайте переведем. Итак, «Будьте...» Итак, «Вы...» Все-таки эмфатическое хумэйс давайте мы потеряем. Итак, «Вы...» «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенный». Семнадцатое. «Ибо праведность Божия». Бикая Суна Ту – фраза, служащая причиной многочисленных споров в истории толкования Писания, потому что, ну, во-первых, слово «праведность» достаточно широкий спектр значений, а во-вторых, вот эта «праведность» и «бог» по-разному могут быть связаны. Родительный падеж указывает на связь, но не проясняет характер этой связи. Ну, самое популярное толкование исторически – это «праведность, требуемая Богом», «праведность, даруемая Богом» и «праведность, проявляемая Богом». Речь идет о Евангелии. В Евангелии открывается, что «праведность Божия» стандартное протестантское толкование, такое, к лютеру восходящее, «праведность, даваемая Богом», хотя вот, ну, католическое толкование, «праведность, требуемая Богом», ну, что лютерам было когда-то отвергнуто, и сейчас, вот, в так называемом «Новом взгляде» на Павла становится популярно толкование, как «праведность, проявляемая Богом», то есть, сам Бог показывает свой характер, что Он праведный. Но мы не будем вдаваться в детали этого спора, поговорим поподробнее, когда у нас будет курс по посланию к римлянам, хотя, в целом, все-таки лютеровское толкование не нужно спешить отбрасывать, оно неплохо вписывается в послание к римлянам в целом. Итак, «Ибо праведность Божия в нем», там, в Евангелии, «открывается от веры в веру». Еще одна спорная фраза, почему здесь вера упомянуто два раза, вот, ну, от веры в веру, как в синодальном переводе перевел, скорее всего, фраза является усилительной, с оттенком, так сказать, в следующем «по вере и только по вере», как написано, «праведной по вере жить будет». This is the title, собственно, из материалов этого урока, что нам нужно, это глагол «зао», в будущем времени, альфа удлинилась в эту, сигма, пока признак будущего времени, и в целом у нас получила, получается, «дзе сытай будет жить», «Ибо праведность Божия в нем открывается, поверье и только поверье, и, как написано, праведный поверье будет жить». Восемнадцатое. Ян агапатэме тас энтлос тас эмас терэсэте. Если вы любите меня. Ну, формально это сослагательное наклонение, хотя очень похоже на изъявительное наклонение по своему внешнему виду, поэтому довольно легко слово узнается. Если вы любите меня, заповеди мои вы будете соблюдать. Или соблюдите, если мы видим в этом слове повелительный оттенок. Ну, с другой стороны, вот здесь и будете соблюдать, все равно не теряет вот этот оттенок повелительности. Если вы любите меня, заповеди мои вы будете соблюдать. И, может быть, даже контекстуально будете соблюдать как-то естественные, потому что там, кто, там же помните, это последний разговор Иисуса с учениками, с Гессиманским садом, вот этот образ лозы истинной ветвей, перенесения плода и так далее. Вот здесь вот так вот. Он, естественно, если вы любите, заповеди будете соблюдать. Девятнадцатое. Если кто-то хочет первым быть С-тайм. Это будущее время оттенки, третье лицо, единственное число, вот единственная форма, где нет соединительной гласной. Почему-то сразу окончание тайм, С добавляется, но все равно хорошо узнаваемо. Он будет, Пантон, всех последний. Всех последний. Пантон родительный падеж, и родительный падеж указывает на некую связь. То есть, последний как-то связан со всеми. Ну, как последний связан со всеми, достаточно легко определить логическую связь между этими двумя понятиями. И чтобы выразить то, что мы поняли, можно, например, вставить предлог из. И он будет из всех последних. С другой стороны, здесь опять-таки мы можем увидеть повелительный оттенок, потому что здесь же желание, что сделать, если хочешь. Если кто-нибудь хочет первым быть, будь из всех последним. Двадцатый. Я нашел Давида. Здесь интересная конструкция. Видите? Один артикль и слово ИСАЙ с артиклем. Ну, ИСАЙ, ИСЕЙ, оно несклоняемое, поэтому нужен артикль, чтобы было понятно, что оно в родительном падеже. Давида, который как-то связан с ИСЕЙ. Ну, как связан, мы знаем, общебиблейские знания, что он сын ИСЕЯ. В русском языке, можно перевести, я нашел Давида ИСЕича, ну, это будет немного современнее, ну, или Давида, сына ИСЕЯ, мужа по сердцу моему, который сделает все желания мои. Ну, или желания, точнее, исполняют, поэтому, который исполнит все желания мои. ПАИЭО в будущем времени, видите, удлинившиеся Эпсилон в эту, Сигма и обычная форма. Ну, что ж, братья, вот мы с вами посмотрели на несколько предложений с будущим временем. Как видите, в общем-то, переводится не очень сложно. Даже вот вопрос, который мы довольно долго обсуждали в уроке выбора совершенного и несовершенного вида почти в любом контексте, решается контекстом вполне однозначным, только иногда мы задумываемся. И, может быть, еще один вопрос, который тоже нам нужно учитывать, это вопрос выбора вот такого повелительного оттенка для будущего времени. Вообще здесь довольно много предложений, где был вот такой вот явный повелительный оттенок. Это немного может сбить с толку, потому что это скорее из педагогических соображений, чтобы запомнили такую конструкцию. Такие предложения сюда подобраны, а так это очень-очень редко встречающаяся конструкция. Большая, подавляющая большинство форм будущего времени, переводится именно просто будущим временем. А повелительность, вот только в сравнительно небольшом количестве текстов, где цитаты или где этого настоятельно требует контекст. Но, опять же, требование контекста всегда хорошая подсказка и нам довольно легко определиться. Хорошо. Спасибо за внимание. Благословений. Благословений. Продолжение следует...